Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 апреля, ролик коротышка, ответ на вопрос, как я втыкаю колышки. Я всегда говорила, что лучше всего, ну вот именно, если два томата в одну лунку, то после посадки, тогда мы проливаем же лунку, лучше сразу колышек вонзить, он входит как нож в масло. Но так как мы в теплицах иногда высаживаем, ой Марк, тихо, очень-очень рано, и в это время еще предполагается, что я, возможно, буду пленкой закрывать, то колышек я сразу не втыкаю. Вот эти у меня высажены неделю назад. Марк, не шебурши. И вчера я полила их, так как у нас тепло, будут теперь втыкать. Осторожненько располагаю кол ровно по центру между томатами и тыкаю. Так, когда вопросы задают, не повреждаются ли корни, потом в более поздние, когда сроки мы ставим, может быть что-то и повреждаются. Но томатов такая судьба, у нас и при пикировке у них корни повреждаются, при высадке в грунт очень часто корни повреждаются. Сейчас у них не столько еще корней, чтобы это было каким-то критическим повреждением. Я так делаю очень давно и всегда, и никаких болезненных последствий не наступает. Втыкать коле сейчас уже обязательно мне, потому что, смотрите, видите, они уже начали как бы прилегать, приседать, они уже все с бутончиками. Это вот вторая теплица, которая, Франкенштейн. Я недолго не втыкала коле, потому что боялась, что, возможно, их придется укрывать. Но так как сроки проходят, а холода все нет и нет, сейчас я их буду коле втыкать, посынковать, подвязывать, делать все то же, что сделала в первой теплице. Расстояние примерно 15 сантиметров, 12-15, и кол вот как раз между двумя стволиками, он очень хорошо входит, но во влажную землю нужно. Все, до свидания. Ой, внук не дает ничего нам сегодня делать. Мы с Катей только отвлекаем его, чтобы он не мешал нам.